Искусственный интеллект для охраны. Космонавтика по-студенчески. Команда юных ракетостроителей установила новый рекорд. Переделка жизни. Ученые все дальше продвигаются в исследовании ДНК живых организмов. А вслед за этим возникают новые вопросы, в том числе этические. Накануне в Лондоне состоялась встреча экспертов в области биоинженерии. Расскажем, что же там обсуждали. Инвесторов все больше привлекает потенциал рынка синтетической биологии. И объем капитала в этой отрасли только растет. Ведь с помощью синтезирования новых клеток можно создавать новые препараты, материалы и даже духи. На руку играет и то, что снижается стоимость многих исследований и работ, связанных с ДНК. Когда я начинал преподавать в Стэнфорде, один тест одной и пары генов обходился в 4 доллара. Теперь в 4 цента. Раньше я заказывал по 20 тысяч партестов. Сейчас 10 миллионов. На встрече экспертов в области биоинженерии также обсуждался и прорыв ученых, которые, наконец, смогли полностью расшифровать геном дрожжей. Это важно, во-первых, потому что клетки дрожжей имеют некоторые общие черты с человеческими, во-вторых, потому что дрожжи крайне важны для пищевой промышленности. Возможность изменять ДНК и гены позволит создавать искусственные дрожжи с новыми свойствами. Как следствие, можно будет получить новые виды пива, хлеба или вина. Впрочем, о синтетической биологии есть и критики. Ведь изменения в генах одних организмов подразумевают, что можно что-то привнести и в ДНК человека. Много людей беспокоено. Вдруг кто-то захочет изменить человека. Но об этом пока рано говорить. Этого не позволят. Мы можем создать яблоко, которое не будет темнить на воздухе, но в геном человека не вмешиваемся. Хотя есть вероятность, что со временем человечество задумается о том, чтобы видоизменить себя. Охранникам будет проще. Японский промышленный гигант Hitachi LTD представил на днях новую технологию, которая позволяет идентифицировать людей на кадрах камер видеонаблюдения. Разработчики призвали на помощь искусственный интеллект. Это позволяет выделить на изображении отдельных людей, дифференцировать отдельные черты их внешности, а также походку или характерные движения. Всего около ста разных характеристик. Технология Hitachi по замыслу создателей очень облегчит работу служб безопасности, так как позволит автоматически обрабатывать большой объем изображений и даже отслеживать отдельных людей на видео с разных камер. Разработка, конечно, очень поможет организаторам Олимпийских игр в Токио в 2020 году, когда в столицу Японии приедет множество туристов и нужно будет обеспечивать безопасность в городе. Студенты осваивают космос. Клуб ракетостроителей из Университета Южной Калифорнии в США установил новую веху в освоении неба учащимися вузов. Предлагаю посмотреть, насколько далеко от Матушки Земли может улететь устройство, построенное студентами. Это видеокадры, снятые камерами, установленными в ракете, которую собрали студенты из Rocket Propulsion Laboratory. По сути, это клуб по интересам в Южно-Калифорнийском университете. Вот небо из голубого становится темным. Вот уже различим изгиб горизонта. Высота, на которую взлетела ракета под названием Fathom-2, 43 891 метр. Ракета превысила скорость звука в 4 раза. Это новый высотный рекорд для таких любительских ракет. Как только мы нашли модуль после приземления, я извлек камеры и подключил их к компьютеру. Когда я смотрел эти кадры, просто кричал от радости. Не могу поверить до сих пор, что это сделали студенты. Своё детище юные ракетостроители проектировали и собирали в течение трёх месяцев. Конкурентам из других подобных клубов теперь придётся стремиться минимум к этому результату. А сами члены Rocket Propulsion Laboratory теперь хотят создать ракету, которая взлетит выше так называемой линии Кармана, которая находится на отметке 100 километров от уровня моря. Это был Хайтек на канале Хабар 24. Пишите нам на электронную почту, если вы автор технологичного стартапа или полезного изобретения. На этом всё. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова